Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно говорим об особенностях тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Куда смотреть при покупке поддержанного автомобиля» это минивэн, который отвечает, наверное, самым распространенным требованиям на данный момент. Левый руль – автомат. Это машина корейского происхождения. И, скорее всего, если вам нужен именно большой минивэн, вы на эту машину обратите внимание. Встречайте, Kia Carons. Kia Carons в кузове UN выпускался с 2006 по 2012 год. Изначально все эти машины собирались в Корее. Однако с 2009 года на российский рынок начали поставляться автомобили калининградской сборки. Надо отметить, что каких-либо нареканий по качеству нашей сборки в сравнении с корейской, в общем-то, не было. В 2011 году эту модель подвергли фейслифтингу, слегка освежив внешность. Однако до российского рынка обновленные Carons не добрались и предлагались только на рынках Европы. В России же машины продолжали продаваться со старым оформлением. Что же касается гаммы двигателей, на российский рынок эти машины шли с бензиновыми двигателями 1,6 литра 126 лошадиных сил, 2-литровый бензиновый мотор 145 лошадиных сил и дизель 2 литра на 140 лошадей. Младший двигатель 1,6 мог сочетаться только с 5-ступенчатой механикой. Старший бензиновый и дизельный мотор могли иметь либо механическую, либо автоматическую коробку передач. Ну а привод у этих автомобилей был всегда передним. При этом по количеству мест для сидения машины также подразделялись на 5 и 7 местные версии. Наш конкретный экземпляр 2007 года выпуска. Под капотом бензиновый мотор 2 литра 145 лошадей. Коробка передач автоматическая. И по традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он справляется с нашими дорожными реалиями. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у Kia Carrens оно ровно такое же, как и у большинства бюджетных автомобилей из Кореи. Обычно показания толщиномера здесь лежат в диапазоне от 90 до 140 микрон. Что же касается качества лакокрасочного покрытия, оно здесь неплохое, можно сказать добротное. Конечно, со временем этот автомобиль, как и любые другие, обрастает сколами, царапками, потертостями по кузову. И время от времени ЛКП, возможно, придется освежать. Хотя бы простую полировку. Но вот что примечательно. По поводу ржавчины и гнили, даже Карнсы почтенного возраста в основном держатся молодцами. Каких-либо характерных мест появления коррозии на этом автомобиле выделить невозможно. Так что при осмотре Kia Carrens смотрите в те места, которые, в общем-то, являются характерными для появления коррозии на всех остальных автомобилях. Осмотрите внимательно колесные арки, особенно это касается задних колесных арок, пороги, нижней кромки дверей, кромку пятой двери. А также не лишним будет оглядеть днище автомобиля на подъемнике, на предмет наличия следов коррозии. Но в целом, повторимся, если Kia Carrens, который вы смотрите, не побывал в серьезном ДТП и не был после него кустарно восстановлен, по части коррозии на автомобиле все должно быть благополучно. Что касается салона электроники, Kia Carrens автомобиль простой, если не сказать примитивный. И в данном случае это хорошо. Ведь чем проще, тем меньше компонентов, которые могут выходить из строя. При осмотре поддержанного автомобиля стоит убедиться в том, что электрозамок в пятой двери исправен. Бывают случаи, когда проводка, идущая в пятую дверь, переламывается от частого использования. Такая же проблема иногда встречается на Nissan Qashqai в кузове J10. Хотя стоит отдать должное, даже устранить эту проблему не будет стоить космических денег. Теперь поговорим про силовые установки, которые можно обнаружить под капотом Kia Carrens. В нашем случае здесь установлен, пожалуй, самый распространенный на вторичном рынке двигатель. И единственный мотор, который мог агрегатироваться с автоматической коробкой передач. Это двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 145 лошадиных сил. Его маркировка G4KA. Этот мотор – детище проекта World Engine, когда три крупных автопроизводителя собрались вместе и решили разработать совместно для экономии средств, скорее всего, линейку агрегатов для использования в своих модельных рядах. Братом-близнецом этого мотора можно назвать митсубисевский 4B11, например. Что представляет собой G4KA? Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров, в котором использованы тонкостенные чугунные гильзы. Здесь 16 клапанов, два распредвала, на впускном валу установлен фазовращатель, ну а привод ГРМ здесь цепной. Что касается гидрокомпенсаторов, на Carrens'е их нет, и зазоры клапанов нужно регулировать самостоятельно. Раз в 90 тысяч километров, так предписывается регламентом производителя, зазоры выбираются подбором соответствующих толкателей. Что касается цепного привода ГРМ, то его ресурс плюс-минус 150 тысяч километров пробега. Хотя были случаи, когда на 190-180 тысяч пробега цепи еще не демонстрировали признаков растяжения, но в среднем по больнице они выхаживают около 150 тысяч. Если уж вы дошли до того, чтобы поменять цепь, заодно замените и мухту фазовращателя. Она периодически нет-нет, бывает подкидывает сюрпризы своим владельцам, вынуждая себя поменять. Кроме того, из элементов, дополняющих конструкцию силового агрегата, можно отметить блок балансирных валов. И причем этот деталь встречается в основном как раз на Киа Каренс. Многие пишут, что так или иначе этот узел добавляет проблем. При эксплуатации рано выходит из строя и так далее. Но опыт многочисленных владельцев этих автомобилей, которые проехали на них в 120, 130 и больше тысяч километров пробега, как правило, говорит об обратном. Возможно, единичные случаи выхода из строя узла балансиров так или иначе встречались, и в последующем при ремонте мотора его просто убирали, меняя на маслонасос от другой версии того же двигателя. Но, тем не менее, бояться этого не нужно. И если вы покупаете автомобиль после хорошей диагностики, опасаться каких-либо проблем со стороны этого узла, если он прошел уже более 100-150 тысяч километров, я думаю, не следует. Как уже было сказано, двигатель простой по конструкции, а следовательно, надежный. Стоит отметить, что G4KA не относится к двигателям, которые, например, имеют повышенную склонность к образованию задиров, как, например, G4KD более поздней линейки, относящиеся к моделям Hyundai AX35 и Kia Sportage. Но это не значит, что подобную машину можно покупать с заткнутыми ушами и закрытыми глазами. При осмотре обязательно обратите внимание на отсутствие посторонних шумов при работе двигателя. Имеется в виду стук. При малейшем подозрении не поленитесь заглянуть в цилиндры эндоскопом. В некоторых случаях к пробегам свыше 100 тысяч километров G4KA может начать подъедать масло. Однако для большинства двигателей этой линейки масложор все же не характерен. Кстати, о масле. Регламент замены производителя 15 тысяч километров пробега. Но если вы хотите, чтобы ваш двигатель прошел свыше 300 тысяч километров, а не 200, как это заявляет сам производитель, сократите интервал замены. Меняйте масло хотя бы раз в 7,5 тысяч километров. И используйте качественный горюче-смазочный материал. На автомобилях с большими пробегами, как правило, уже за 100-150, могут начать сопливить, например, клапанная крышка. Или в сальнике коленчатого вала. Поэтому при осмотре автомобиля обращайте внимание на общую сухость агрегата, чтобы после покупки не заниматься сменой недорогих, но, тем не менее, небесплатных уплотнений. Также обратите внимание на то, что G4KA, так же, как и большинство двигателей с алюминиевым блоком цилиндров, крайне чувствительны к перегреву. Поэтому следите за работоспособностью системы охлаждения. И возьмите за правило хотя бы раз в сезон чистить основной радиатор от грязи. В том же, что касается навесного оборудования, каких-либо характерных болячек, для этого двигателя выявлено в ходе эксплуатации не было. Достаточно большое количество людей, которые покупали эти автомобили новыми, до пробега 130-150 тысяч километров, вообще, как правило, не сталкивались с какими-либо проблемами по силовой установке. Что касается ресурса, то при должном уходе этот двигатель должен без каких-либо проблем отработать порядка 350 тысяч километров пробега. Что касается двух прочих агрегатов, на них подробно останавливаться мы не будем, поскольку мотор 1.6, в данном случае, это G4FC, хорошо знакомый по линейке моделей Hyundai Solaris. Единственная разница – это мощность 126 лошадиных сил против 123, что, видимо, обусловлено некоторыми различиями в заводских прошивках. Ну, а двухлитровый дизельный двигатель на 140 лошадиных сил, если вы действительно рассматриваете такую машину к покупке, нужно покупать только после хорошей тщательной диагностики в профильном дизельном сервисе. И помнить о том, что, несмотря на существенно меньший расход топлива, порядка 7,5 литров в городском цикле против 10 на бензиновом варианте, тем не менее, ремонт дизеля, в случае, если дело дойдет до замены форсунок либо топливного насоса высокого давления, может влететь в копеечку, которая запросто перечеркнет всю экономию на топливе. Что касается коробок передач, Kia Currents мог комплектоваться как 5-ступенчатой механикой, так и 4-ступенчатым автоматом, наш случай. С точки зрения ресурса, и механическая, и автоматическая КПП на Currents крайне живучие. Они выхаживают свыше 250 тысяч километров пробега. При этом стоит отметить, что сцепление на Currents весьма ресурсное, и если вы умеете пользоваться третьей педалью, и при этом не имеете зачатков гоночного стиля вождения, то сцепление, скорее всего, менять вы будете не чаще, чем раз в 100-130 тысяч километров пробега. Что же касается автомата, залог его долгой и счастливой жизни – это смена масла хотя бы раз в 60 тысяч километров. Что касается ходовой части Kia Currents, то она получилась у производителя достаточно энергоемкой. И самое интересное, машина очень хорошо стоит на траектории. Соответственно, если вы планируете использовать этот автомобиль для езды по трассе, в принципе, большой тяжелый комфортный минивэн, хорошо держащий дорогу – это то, что нужно. В чем эту подвеску точно нельзя попрекнуть, так это в дороговизне содержание. Поскольку компоненты подвески стоят действительно недорого. Это касается и оригинальных запчастей тоже. Также эта подвеска довольно простая по своему устройству. Спереди у нас Макферсон, сзади многорычажка. Что касается ресурса ее компонентов, то, в принципе, он самый обычный легковой. Самые слабые детали, по традиции, это стойкие втулки переднего стабилизатора. В среднем пробег, на котором они могут потребовать замены, это около 30 тысяч километров. Хотя кто-то проезжал и по 50. Что касается ресурса, стоят и втулок заднего стабилизатора, то он побольше, примерно вдвое. В среднем они выхаживают около 60 тысяч километров. На пробегах за сотню, скорее всего, вам придется поменять стойки амортизаторов. Ну, а ресурс шаровых опор, которые можно поменять отдельно от рычага, обычно около 60-80 тысяч километров пробега, как и ступичных подшипников. Очень многое здесь, конечно, будет зависеть от того, на каких дорогах, с каким покрытием вы будете эксплуатировать свой каренс. Но в любом случае, эксплуатация эта не будет разорительна. Что касается самого дорогого компонента любой ходовки, а именно рулевой рейки, то к ее ресурсу на каренсе никаких вопросов нет. Если рейка и начинает сопливить и лететь, то случается это обычно к пробегам под 150 тысяч километров. И в целом можно ограничиться заменой сальников. В редких случаях могут появиться стуки, связанные с необходимостью поменять втулку в рейке. В принципе, восстанавливается она достаточно бюджетными средствами. Итак, какой итог можно подвести под всем вышесказанным? Можно ли рассматривать такой автомобиль к покупке для себя на долгое время? Однозначно да. Эта машина простая по конструкции, а следовательно, в ней изначально нет конструктивно заложенных малых ресурсов, углов и агрегатов. Эту машину, если вы купили ее изначально в хорошем состоянии, вы сможете эксплуатировать очень долгое время, причем без серьезных вложений. Ходовка здесь достаточно крепкая и недорогая в ремонте. Коробка-автомат, двигатель, все это достаточно надежно и при должном уходе выхаживает за 300 тысяч километров пробега. Ну а что касается кузова, ржаветь он не склонен. А в нынешних условиях, когда реагенты обретают все большую и большую популярность, это несомненный плюс. Также не стоит списывать со счетов и огромное пространство в салоне, а также наличие у этого автомобиля семиместных версий. Причем третий ряд в данном случае довольно функциональный. В отличие, например, от таких машин, как Кашкай плюс 2, где третий ряд сидений носит практически декоративную функцию. Стоит также иметь в виду, что Kia Currents в свое время, даже будучи новым, не пользовался ни большой популярностью в таксопарках, ни большой популярностью среди любителей погонять. Поэтому в отличие от Mazda 3 в кузове БК или Honda Accord найти Currents с небольшим родным пробегом и в достойном состоянии задача вполне выполнимая. Так что в общем и в целом Kia Currents можно смело рекомендовать к покупке. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а если у вас был или есть такой автомобиль, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, пишите в комментариях. Ведь людям, которые подбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.